Моя предновогодняя новенькая. Собачка, которую я забрала в последних числах декабря. Маленькая-маленькая. Даже сложно назвать собакой. Ну, вы помните, да? Это кошка, которая умеет гавкать. Сходила я перед Новым годом на почту. Очень так удачно. Встретила её. Она сидела в почтовом отделении, такая маленькая, крохотная, умненькая, заглядывала всем в глаза. Никого не боялась, ещё не шуганная, ещё никто не обижал. Надолго ли? Лежала, повиливала всем хвостиком, всех любила, всех обожала. Ну, в общем-то, я не устояла и забрала её домой. Поселились мы на балконе, чтобы не травмировать кошек. Хотя сейчас кошкам уже почти всё равно, что дома вот эта вот гавкающая кошка. Иногда реагируют, но чаще всего не обращают на неё внимания. Она тоже хоть и хочет поиграться с кошками, позадирать их. Но если кошки не реагируют, она тоже не лезет на рожон. А если кто-то побежит, ну почему бы не пробежаться за кошкой? Кошка же явно убегает от неё, других вариантов и быть не может. Девочка явно не домашняя, ну или не диванная собачка. Она, скорее всего, жила где-то на улице. Она молодой щенок-подросток. Зубки сменились, но выросли ещё не до конца. Размер останется такой. Ей приблизительно 7-8 месяцев. Очень контактная, а главное, очень умная. Она готова понимать, воспринимать. Ей всё очень интересно. И она хочет слушаться и учиться. Скорее всего, она жила где-нибудь рядом с многоэтажкой, где были люди, где были дети, где она пыталась учиться, контактировать с человеком. Подъезда, кстати, очень боится. Точнее, боялась первое время. Она совершенно не хотела заходить в подъездную дверь и тут же ложилась на ступенечках, как бы показывая, что я не иду, я вот, я не захожу. Скорее всего, малышку прогоняли из подъезда. Совсем не жадная, готова поделиться едой своей мисочки. А, кстати, апельсину вот прям обязательно нужно было поесть из чужой миски. У своей тоже самое, но оно не такое вкусное. Ведь это положили собаки, значит, там точно вкуснее. Щенуля немножечко в шоке от такой наглости. Но зато, когда апельсин ушел, она тоже решила, что надо бы поесть. Надо бы спрятать еду в себя, иначе тут всякие ходят, еще доедят все, что ей поставили в миске. Сушку ест не очень. Собачью вообще ест плохо. Кошачью, ну, лучше из кошачьих мисок. Из своих, опять же, не так вкусно. Больше предпочитает консервы. Но тут неудивительно. Конечно, консерва вкуснее сушки. Кто бы сомневался. Мне очень понравилось, что она совершенно не агрессивна, что совсем не отгоняет от своих мисок кошечек. Да и по фигуре, я бы так сказала, девочка не худенькая. Кто-то ее хорошо подкармливал. Наша первая прогулка. Снарядились в шлейку, потому что ошейник явно бы не восприняла. Я пыталась увезти ее с почты при помощи петли. У меня в рюкзаке частенько валяется поводок, но она очень сильно испугалась. На шлейку отреагировала нормально. Еще хорошо, у нас шлейка большая, она ее сильно не давит. И она спокойно ходила и гуляла. Вся прогулка так и прошла. Ходили и гуляли. Для чего собаки выходят на улицу, она пока не понимала. Сейчас тоже еще работаем над этим. Первое время, конечно, обращала внимание немного на поводок. Непонятно ей было, почему он к ней пристегнут. Но паники не было. Очень часто собаки, которые ни разу не видели ни шлейку, ни ошейников, начинают тянуть, начинают вырываться. Она не видела. Мне кажется, она не ходила ни на шлейке, ни на поводке. Но зато очень замечательно на него реагирует. Ну, красота невообразимая. Очень милая собачка. Прелесть просто. Затем пошли знакомиться к лёлику. Надо же на собачьем примере показывать малышке, как правильно ходить в туалет. Это же самый лучший пример, когда тебе покажут, что надо вот сюда все дела делать. Выходишь на улицу и оставляешь все ненужности там. Дома они восприняли друг друга нормально. Видно было по лёлику, что ревность присутствует, что он не понимает, почему это я. Но вот эта вот, которая с ним гуляет иногда, которая ему очень нравится, привела какую-то собаку. Потом мы ещё отжали у лёлика несколько костюмов, примерили сразу. На улице прохладно. И, в общем-то, собрались погулять. А погулять совсем не получилось. Ещё в подъезде у лёлика началась истерика. Она-то по подъезду ходить не может, боится. Я несла её на руках. И тут просто ревность зашкаливала. Как это так? Он идёт ножками, а её несли на ручках. Вышли на улицу. Он давай за ней гоняться. Пытаться понюхать, познакомиться. В общем-то, она была в шоке и совершенно не хотела с ним знакомиться. Пришлось нам разойтись. Лёлик пошёл по своим важным собачьим делам, а мы понесли модный костюм домой. Дела важные принесли тоже домой. Ну, что поделать? Щенка ещё нужно научить и объяснить, что такое выгул, для чего собаку выводят и вообще зачем нужны прогулки. Кстати, реакция на одежду тоже очень хорошая. Она преспокойно гуляет в одежде, хотя, если честно, она ей не нужна. Она не мёрзнет. Видимо, она привыкшая к тому, чтобы спать на холоде, быть на морозной улице. Костюм больше так, для красоты. Хотели пофотографироваться, но она такая ела, такая крученная, ничего у нас не получилось. В общем-то, опять просто выгулили костюм, подышали воздухом и принесли все важные дела домой. Ещё кормили кошек во дворе. Ну, как кормили? Нам чуть не надавал тумаков норвежский листой, но, в общем-то, мы сбежали. Помимо того, что она меня будет по утрам, и мне это очень не нравится, она ещё открыла для себя кошачьи шоколадки. Ну, щенок без прикрас. Вот это вот. Это то, что она пыталась съесть. Собаке это весело. Честно-честно. Особенно, когда они находят общий язык. Лёлик у нас гладкошёрстный, поэтому он всегда у нас в прохладную погоду одевается, а ей одежда совершенно не нужна. Она не мёрзнет. Вторая встреча с Лёликом получилась очень даже хорошей. Мы не поднимались, мы дождались их на улице и пошли гулять. Пришли на детскую площадку. Это футбольное поле. Оно полностью огорожено сетками. Дырки, конечно, есть, но за то, сколько раздолье. Можно бегать. Я обычно гуляю с малышкой на поводке. Мы ещё учимся. Мы ещё не очень нормально реагируем, если её потянуть. Поэтому рулетка только для пробежки с Лёликом. Забрали его рулетку, поменяли её поводочек на рулетку и, какое счастье, можно бегать. Рулетка 5 метров. Можно подогонять этого красавца в кофте. Восторга у детей было. Лёлик тоже молодой мальчишка. Ему примерно полтора года, ближе к двум. Поэтому они с удовольствием бегали на пару. Я бы сказала, радости полные штаны, но ни у одной, ни у другой собачки штанишки не водятся. Точнее, у Лёлика есть комбинезончики, но в данный момент Лёлик вышел гулять в свитерке. Кстати, его свитерки совсем не дают покоя мелкой. Она частенечко хватает его за свитер и тащит. Но за хвост-то не уцепиться. За то, что укусишь за хвост, могут и с дачу дать. А вот за свитер, в принципе, удобно. Цапнул, и собаке не больно, и ты тянуть можешь. Я, кстати, надеялась, что после вот такой вот активной прогулки мелкая завалится и будет преспокойно спать. Куда там? Молодое очарование. Оно ещё и дома просилось играться. Вон за попу. Кусь, кусь. Кстати, у малышки уже сделаны обработки и первая прививка. Так что можно приглядываться к этому очарованию. Поскорее спасайте меня от этого чуда и моих ранних утренних подъёмов. Это не моё. Лёлик просыпается попозже. Он умный, хороший мальчик. Ладно, он стал умным и хорошим мальчиком. С Лёликом тоже было пройдено немало. Я забрала его с улицы примерно трёхмесячным щенком. И тоже были пелёнки по всему дому и выгул на улицу примерно шесть раз в день. И, в общем-то, главное желание, главное желание ваше собака будет слушаться. Собака будет учиться. Мне очень-очень повезло. И весь этот сложный период с Лёликом проходила мама. Это они учились вместе выгуливаться, терпеть, быть умными и послушными. И сейчас он, в принципе, благодарит и отплачивает ей тем, что даёт ей выспаться. Я тоже так хочу очень. Ну, а тут очаровательные мальчики. Нафаня на секунду был в кадре. Шурик, Зефирка, Василиска, Сахарочек. Вместо сугробчика он стал Сахарочек. Все эти очаровательные кошачьи звери очень ждут свою семью. Кроме вот того чёрно-белого, робко выглядывающего из-за кресла. Это Плюшенька. Он уже домашний и семья ему не нужна. Василиса шикарна. А там, на заднем плане, Карамелькин пытается спрятаться и не попасться в кадр. Не все любят посторонних, а я не так уж и часто бываю у них в гостях. Времени не хватает. Очарование Шурик. Где же его мамочка? У нас нереально красивый кот с маленькими мохнатыми рожками за ушками. Маленькое красивое чудо. Ещё ребёнок в ожидании своей настоящей любящей семьи. Скорее забирайте Шкодинку. Ведь он так выкрикивал, выпрашивал спасение своей маленькой жизни. Вы помните, как я его нашла? Я вышла гулять с Лёликом и услышала просто неимоверный детский кошачий крик. Кто-то вынес его на улицу и он спрятался в сарае в дождливый вечер и кричал «Помогите! Заберите меня отсюда! Мне страшно!» А вот Зефирчик меня совершенно не боится. Он так тянется за нежностью и лаской. Посмотрите, как голову подставляет. Ну, погладь! Он немного опасливый, но он очень любит по часушке. Как вам его изменения? Как вам его мордочка? Красивый кот, правда? Шкодина чувствует себя, как у себя дома. Ей очень нравится её изменения в жизни. Ей очень нравится нахождение дома. Пока мы ещё не осваиваем обитание на креслах, диванах и кроватях, мы спим на своём лежачке. Ну, как лежачке. Нам идёт заказанный классный мягкий лежак побольше размера, чем у моих кошек. Сейчас она спит в пластиковом, а ей придёт мягенький, удобный. Думаю, она обязательно оценит. И ей точно понравится такая барская жизнь. Ведь раньше была совершенно другая. Асфальт или травка, подобранные косточки на улице. Это, конечно, у нас сейчас беда. Я никак не могу отучить эту барышню от подбирания костей на улице. Сильно ругать тоже не хочется, чтобы не пугать собаку. Она всё-таки немного шугливая и очень сильно воспринимает, если её ругаешь. Поэтому стараюсь больше просто контролировать. Если принюхивается и вдруг открывает пасть, сразу же отдёргиваю. Взяла ей вчера сушёные крылышки в зоомагазине. Будем учиться не есть гадость на улице. Просто крылышки очень напоминают сушняк, который она вечно подбирает на улице. Мы решили ещё разорить Лёлика. Мы добрались до его корзины с игрушками. Вот такой у меня зажиточный парень. Целая корзина. И всё его. Тут пришла какая-то барышня и пытается эти игрушки отжать. Но он, конечно, молодец у нас. Он нежадный. Он готов поделиться. Я когда-то искала Лёлику дом. У нас даже были потенциальные ручки, очень неплохие, но почему-то и одни, и вторые в итоге отказались. Поняли, что это большая ответственность. А большая часть звонивших, к сожалению, хотела посадить этого парня на цепь гладкошёрстного пса зимой в будку. Но для них это норма. А мы вот даже гулять ходим в свитерочках. В итоге Лёлик остался у нас, можно сказать, как тренажёр для моей мамы, чтобы она ходила, чтобы она выгуливалась с ним. Не он с ней, а мама с ним. Ей нужно много ходить. Конечно, если когда-то найдётся замечательные родители для вот этого красавца, если содержание будет ничуть не хуже нашего, то я с удовольствием передам этого мальчика в новую семью. Но ухудшать жизнь этого пацана я совершенно не собираюсь. Новая прогулка, новые совместные бешеные гонки двух собак. Вначале бегали в кофте, поняли, что так не очень удобно, погода позволяла, Лёлик снял свой свитерочек, но что-то гонки так и не получаются. Ходят себе такие важные, красотка вообще себе игрушку вроде бы нашла. Это маленькая собиралка всего, что только можно. Кстати, у нас у Лёлика был период гуляния с игрушками, чтобы ничего не подбирать на улице. Надо, наверное, и ей завести какую-нибудь игрушку. Ну, посмотрим. Она не так, как игрушки подбирает, ни палочки, ни какие-то бутылочки. Она ищет именно косточки. И вот это наша беда. Скорее найдись дом для этого маленького очарования. Она очень ждет свою семью. Мы активно учимся выгуливаться, мы активно учимся быть послушными, но мне с ней сложно и очень хорошо, что сейчас у меня что-то типа каникул и я могу с ней гулять и посвящать ей как можно больше времени. Но когда начнется работа, к сожалению, выгул опять будет два раза в день. А для такой малышки, которая еще только учится, конечно, это маловато. Не забывайте ставить класс, обязательно напишите комментарии. Мы очень ждем комплименты для этого маленького чуда. Еще сильнее ждем для нее мамочку. Ну и, конечно, финансовая помощь для моих животных всегда актуальна.